Оказалось, что у меня очень редкая восприимчивость к гипнозу, и я не знал об этом. Я чувствовал внутри какие-то изменения, я чувствовал, как что-то контролирует меня. Я помню, как видел эту темную фигуру в плаще с костлявым пальцем, и он держал моих родителей под колпаком и говорил, «Ты никогда больше не увидишь своих родителей». И я помню, как однажды проснулся и заметил, что уличные фонари были как глаза, и я снова чувствовал присутствие этой силы. И как будто бы я слышал его речь, и он говорил, «Знаешь ли ты кто я? Знаешь ли ты кто я?» И я сказал, «Нет, я не хочу, чтобы ты был здесь». И будто бы спала пелена, и это огненное лицо, мучившее меня, когда я был ребенком, которое я видел во сне, и которое во сне охотилось за мной, и все эти вещи, все это было здесь. Это вернуло меня в то время, когда мне было года три с половиной или четыре, и я сказал, «Я убью тебя». В это же время моя мама позвонила в полицию. Они вошли, они слышали, как я сказал, «Я убью тебя». Когда первый из них зашел, я отбросил его на 10 футов через комнату. Маленький 16-летний тощий ребенок, бросающий большого копа. Они понимали, что что-то не так. Я не знаю, откуда. Я не знал, откуда пришла эта сила. Но это было нечто, что явно привлекло внимание. И они собрали меня в больницу, и они пытались понять, что это было. Это было настолько необычно, и настолько отличалось, что они раньше ничего подобного не видели. Мы бывали в синагоге по вечерам в пятницу и по утрам в субботу. Это было частью моей жизни. Мы помогали собрать миньян для минхи, для службы маори. И это было прекрасно. И все, чего я желал, это делать что-то, чтобы угодить Богу. Но я задавался вопросом, а как же отношения с Богом? Когда я смотрю в Писание, которое рассказывает об Аврааме, Ицхаке, Якове, у которых были отношения, близкие отношения с Богом, я говорил, почему у нас нет этого? На первом курсе колледжа я жил за пределами университетского городка. Я соблюдал кашрут, носил ермолку, делал все эти вещи. Мы были вместе с моим соседом, когда произошли некоторые вещи, которые были очень необычными и заставили меня чувствовать себя очень подавленным. Я чувствовал присутствие той силы снова, от чего я не переживал со старших классов. И я думал, что это все закончилось. Я очень занервничал в тот момент. Я поймал себя на том, что тихонько спрашивал Бога, что я здесь делаю, что я здесь делаю. А потом это повторилось. И когда мы говорили с моим соседом по комнате Ибо Иисусе, и я подумал, блин, это дурдом какой-то, это же безумие. Я сказал, Боже, если Иисус реален, я не мог даже произнести это имя, это было как анафема для меня. И когда я сказал это, я почувствовал, как что-то возбуждается и поднимается у меня внутри. И я подумал, ого, что это? Я попробовал еще раз, и это опять произошло. Я сказал, знаете, что я не знаю, что это такое, но я иду спать. Так на следующий день мои друзья спросили меня, мой сосед и его друзья спросили, не хотел бы я пойти с ними в церковь. И я сказал, а чего мне хотеть туда идти? А внутри что-то говорило, что мне нужно идти туда. Там есть что-то, что я должен увидеть. Я просто знал, что должен быть там, но я никогда не был в церкви, и это было последним местом, куда бы я подумал пойти. Я думал, что они верят в трех богов, говорят на латыни в церкви и ненавидят евреев. И я предполагал, что Иисус был наибольшим антисемитом из всех, потому что Он тот, кого, как они утверждают, мы убили, и что Он тот, кто является основой всего, во что они верят. В конце служения пастор сделал призыв к покаянию, и из двух тысяч людей около ста человек вышли вперед. И потом он сказал, «Есть еще один человек, который хочет выйти вперед». И никто не вышел вперед, а я начал думать. «Да, я думаю, что это я». И потом он сказал со сцены, «Ты знаешь, кто ты». Я сказал себе, «Да, но я не могу это сделать». Он сказал, «Ты можешь сделать это». Я подумал, «Он что, читает мои мысли?» Вдруг он сказал, «Я не читатель мыслей, но я говорю то, что Бог говорит мне сказать». И это продолжалось некоторое время, и никто не выходил. Потом, наконец, я сказал, «Не-не-не, я не собираюсь этого делать, я не сделаю этого». И я опять почувствовал эту силу внутри и сказал, «И я хочу это сделать». Но к тому времени, как я переборол себя и встал, он сказал, «Присядьте все». И я был единственным, кто стоял. Я просто чувствовал, как все смотрели на одного стоящего парня. И потом он кое-что сказал. Он сказал, «Выведите его вперед, приведите его сюда». Понадобилось шесть человек, чтобы вывести меня. Внезапно я молился с ним, сидя на стуле. Я чувствовал этот прилив и эту электрическую вспышку. И потому я понимал, что это был не человек. Я знал, что что-то там было, не было никаких проводов, не было ничего. Я знал, что что-то сверхъестественное произошло. И когда я оглянулся вокруг себя, я подумал, что они побелили помещение. Я подумал, «Кто раскрасил здание?» Я имею в виду, что оно просто выглядело по-другому, как будто чешуя спала с моих глаз, и все выглядело иначе. Я не понимал этого, но я и не мог этого отрицать. Пару дней спустя, я говорил с мамой по телефону, и в разговоре она сказала, «Ян, ты кажешься таким счастливым и умиротворенным. Что произошло? Что это? Может, и мне стоит попробовать?» Я ответил, «Ну, я бы хотел этого, но я не думаю, что ты хочешь узнать это». Она назначила мне встречи с раввинами, и она записала меня к пяти разным раввинам, психиатру, психологу. Она все это для меня организовала. Люди спрашивали меня, «Как ты можешь быть евреем и верить в Иисуса?» «Ты не можешь быть евреем и верить в Иисуса». А я задавал им вопрос. Я говорил, «Кто это вам сказал?» Они отвечали, «Все это знают». Я говорил, «Окей, все знают». «А лично вы откуда это знаете? Вы когда-то изучали это?» «Нет». «Когда-то интересовались этим?» «Нет». «Вы когда-то проверяли это?» «Нет». Тогда они говорили мне, «Кстати, тебе промыли мозги, и ты веришь во все, что тебе говорят. Ты не можешь думать самостоятельно». Поэтому я продолжаю их спрашивать, «Откуда вы знаете?» И потом, наконец, это сводится к тому, что они говорят, «Если бы он действительно был мессией, раввины бы нам сказали». Я говорю, «Итак, вы знаете это, потому что раввины вам это сказали?» «Да». Я говорю, «То есть вы никогда не изучали это, не интересовались, никогда не проверяли. Это ничего вам не стоило. Но раввины сказали вам, «И вы верите этому?» «И кому же промыли мозги?» «Да.» «И кто это за что,